Сезон величия в игре Destiny 2 постепенно заканчивается, а у игроков всё больше начинают возникать вопросы касательно дальнейшего сюжета. Как он будет развиваться и что нас ждёт в будущем? Это и не только я сегодня попытаюсь вам рассказать. Вы на развлекательном канале по миру игр. С вами ведущий Герман и рубрика ответы на вопросы. Погнали! Вот это мне нравится! Безусловно, Банджи со своими мини-сезонами и контентом в них не сильно уж и раскрывает сюжет так, как было это в том же дополнении Отвергнутые. Но всё равно, контента на порядок достаточно, чтобы сделать хоть какие-то прогнозы о том, какие силы будут фигурировать в неминуемой войне с тьмой. Ещё давно Банджи смогли плавно вдохнуть жизнь в Destiny 2, начиная с дополнения Отвергнутых, с Рифа, Королевы Марысов и её братишки, Ульдрена, главного злодея тогдашнего дополнения. Именно в те времена игроков смогли завлечь кардинальными переменами. В повествовании сюжета используют заезженный художественный трюк, по исключению одного из ключевых персонажей сюжета, Кейда 6. Тем самым создав бум в сюжете буквально на ровном месте. Но как же теперь Банджи должны выкрутиться в новом контенте, чтобы в игру вдохнулась новая жизнь? Ведь теперь нет каких-то серьёзных персонажей, которых не страшны и можно было бы исключить. Вот здесь Банджи перебегает к другому способу повествования, то есть постепенно начиная перебить персонажей, которым меньше всего было уделено времени. Тенденцию такого приёма можно проследить буквально на протяжении всех сезонов, выходящих после отвернутых. В последнем из них и в предпоследнем вдруг вспомнили, что оказывается у Дэстони есть испытание 9-ти, иззидевшийся на Марсе где-то там учёный Анна Брейн с её игрушкой Распутина. Продолжать можно долго, создавая такие взаимосвязи, что и бесконечному разуму не под силой их осознать. Кто-то может посчитать это придирками, а кто-то нет, но так или иначе, факт есть фактом. На данный момент Банжи кардинально нового после выхода отвернутых не добавили. Но всё же, вселенная Дэстони это детище Банжи, и говорить предвзято или с издёвкой здесь не стоит, ведь это всё-таки их проект и их право преподносить сюжет и давать соль для размышления фанатам о дальнейшем развитии. Вот поэтому, возвращаясь к действующим персонажам, здесь у многих сразу может возникнуть вопрос, что коль в квесте «Час Испытания» задействуется Митрекс, первый воин света со стороны расы Парших, то и возможно разработчики начнут рано или поздно развивать их сюжетную линию, и их роль в будущем, возможно, будет более-менее важной. Тогда ещё один встречный вопрос возникает, а что насчёт Варикса, того самого Паршего, который заправлял тюрьмами старейшин, или он до такой степени старый, что ушёл на покой? Эх, и здесь хочется расстроить всех, кто полюбил этих персонажей. К сожалению, разработчики сделали их камео как некую гарантию для развития вселенной, а не как намёк на дальнейшее возможное их участие. То есть объясню почему. Destiny 2 это ММО-шутер всё-таки, в котором побочке лора раскрывается в описании предметов, в побочке квестов, ну и не только, список можно продолжать до изнеможения. Суть в том, что на данном этапе, чтобы раскрыть полностью лор Destiny 2, в том варианте, в котором большинство игроков привыкли видеть сюжет игр, а именно в плавном повесывании, которое сопровождается кастейнами, какими-то роликами, поворотами сюжета, ну и так далее. Destiny нужно либо делать третью часть тонной сюжета, либо столько много времени оставлять на создание сезонов, и раскрытие в них лора, что всякое ожидание, по большей части, может только отбить интерес. У новых Гарриенов. В любом случае, наличие в игре Митрекса или Варикса, не важно, не значит, что они появятся в будущем. Их наличие, это гарантия для Банжи, что возможно их внезапное появление будет чем-то обоснованно и оправдано с точки зрения их истории. Но если исключать их, то как лучше всего начать новый контент, в котором, по идее, стражи должны столкнуться с ранее невиданной силой? Логичнее всего и скорее правильно будет то, что именно королева Марасов будет играть ключевую роль. Все потому, что со времен отвергнутых она уже знала и готовилась к прибытию сил тьмы, к тому, что некая сила была привлечена из нее. Буквально на протяжении всего проклятия, действующего в городе грез, мы могли частенько замечать в тронном зале королевы явные отсылки к пирамидальным кораблям. Но более того, зачем далеко ходить? Ведь в сезоне с Эрис Морд мы не только побывали на одном таком корабле, но мы даже сразились с тем, что крылось в нем. Именно тогда Эрис осталась там для дальнейшего изучения. Из чего можно сделать логический вывод, что она будет точно хоть как-то задействована в грядущих событиях. Банально в силу того, что Эрис долгие времена изучала эти пирамиды, которые были у всех под носом. Что касается Осириса, самого нестандартного варлока и откровенно говоря заезженного персонажа, то он возможно будет выступать в качестве консультанта по вексам, если они будут как-то связаны с грядущей тьмой. Ну и плюс ко всему, если Банджи захотят устроить глобальную войну против сил тьмы, то тут уже, наверное, будут задействованы все возможные персонажи, включая Осириса. Тут даже можно не говорить и о Распутине. После сезона величия Распутин наверняка стал перманентным защитником человечества от любой угрозы и его роль будет в обороне очень значимой. Но, кстати, не стоит забывать одну темную лошадку, а именно Ульдранесов, который после событий отвергнутых чудесным образом стал стражем, ведь теперь он блюститель света и его появление в грядущих событиях по меньшей мере должно пустить дрожь по всему комьюнити Дестони. У этого персонажа самая мрачная история, и у большинства игроков отношение к нему очень плохое. Поэтому, если в новом контенте он будет творить добро, то этот новый контент, наверное, точно можно будет поставить на один уровень с дополнением отвергнутыми. Хотя, все может быть. Тем не менее, исходя из всего сказанного, можно прийти к логическому итогу и коротко обозначить действующих лиц. Во-первых, в противостоянии с загадочными пирамидами на стороне света будет выступать весь авангард и королева Мара Сол, и, возможно, ее брат. А на стороне этих пирамид, скорее всего, будут одержимые Ивексы. Они все-таки больше всех пропитаны идеей тотального порабощения и уничтожения света. Плюс, к ним добавится, возможно, совершенно новый тип врагов. Возможно, даже новая раса ранее неизвестна. В любом случае, эти пирамиды это как большие черные ящики, в которых непонятно, что за сущность кроется. На этом все, Гардианы. Надеюсь, я в достаточной мере рассказал вам о грядущих возможных событиях. Если что, то поправьте меня в комментариях или задайте вопрос, и я с удовольствием вам отвечу. А меж тем, спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем удачи и до скорого. Вот это мне нравится! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!